Всем добрый день, мои дорогие подписчики! Сегодня 25 апреля, у меня на канале вышел ролик, который назывался Artros, шли к этому 15 лет, и под этим роликом одна из подписчиц написала комментарий, довольно подробный комментарий своей ситуации, и на этот комментарий мне почему-то захотелось ответить и хотя бы чем-то ей помочь. Сам комментарий находится под вышесказанным роликом, если вы захотите посмотреть, что-то написать, подписчицы, пожалуйста, можете это сделать. А мы сейчас разберем ситуацию, я озвучу комментарии, и мы с вами вместе поговорим на эту тему. Итак, я читаю комментарии. Добрый день, Надежда! Наверное, совсем не случайно попала на ваш канал. Помогите разобраться в моей проблеме. 8 марта этого года была операция по замене коленного сустава на цементе. Цементированный протез. На второй-шестой день не смогла встать на ногу из-за сильной боли. Обезболивающие не помогали. Вот здесь, конечно, интересно. Дальше написано. Физиотерапевт не работал со мной из-за сильной боли. Очень, конечно, для меня это оказалось странно, почему, на каком основании реабилитолог, физиотерапевт вообще отказался работать при сильной боли с пациентом. Да, как раз-таки одна из задач, это вам помочь справиться с этой болью, объяснить, что делать. И даже при сильных болях мы можем делать реабилитацию, естественно. Но ладно, это так небольшое мое внутреннее возмущение. Физиотерапевт не работал со мной из-за сильной боли. Поставили в ногу катетер, да, действительно так иногда делают, для обезболивания. Сама же я не могла ни поднять ногу, ни согнуть, ни опустить от сильной боли в колени. В реабилитационном центре, уже в реабилитационном центре, да, то есть вас уже из поликлиники направили в центр. Начала ходить на костылях, вот здесь вот просто, конечно, у меня снова возмущение, естественно, да. Начала ходить на костылях и упала на колени от головокружения. Вот здесь снова, да, люди, которые у меня на канале, которые собираются делать операцию, позаботьтесь о том, чтобы у вас были ваши ходунки. Используйте, пожалуйста, после операции ходунки, не используйте костыли. Костыли это для людей меньше, моложе 40 лет, которые умеют хорошо прыгать и передвигаться на костылях. 40 плюс это только ходунки после операции. Целый месяц реабилитации, но коленный сустав блокировался, не поддавался разработке. Физиотерапевты помогали, но сама я не могу справиться с этой блокировкой. Слово блокировка, видите, повторяется несколько раз. Колено разблокируется только при выпрямленной ноге. На ногу немного встаю, хожу на костылях. Врач не понимает и не знает понятия. Блокируется, зажимается колено. То есть врач говорит, все хорошо, да. Вообще не понимаю, в чем ваша проблема, все у вас замечательно. 8 мая, 24-го, да, будет 2 месяца после операции. Какое ваше заключение и какой комплекс занятий мне применить? С благодарностью и надеждой. Ну, как видите, да, ситуация описана довольно подробно. И я начну с самого простого. То есть комплекс, который я бы вам советовала, с которого начать. Видимо, это будет комплекс самый простой, мой самый первый, фаза 1, протез операция колена. Этот комплекс находится в плейлисте операция протез колена. Так и называется фаза 1. Это один из основных моих комплексов, которые вообще находятся у меня на канале. Два раза в день мы выполняем данный комплекс. Далее, это потому что вы описываете, у вас явно плохо контролируемая боль. Либо вы, либо у вас неправильно подобранные обезболивающие препараты. Такое действительно может быть. Кому-то одни препараты подходят, да, медикаменты. Кому-то не подходят. То есть желательно пересмотреть препараты от боли, которые вы принимаете и заменить их на другие. То есть попробовать другие обезболивающие. Прикладывание льда, прикладывание льда это также, также альтернативный метод для снижения боли в послеоперационном периоде. То есть прикладывание льда делаете вы или нет, ведь ничего не написали. Это основная рекомендация, которая идет сразу после приема обезболивающих препаратов. Мы прикладываем холод, лед через влажное полотенце на 10 минут на сустав, на оперированный сустав. На 10 минут каждые 2 часа. Дальше момент это шкала боли, да, от 0 до 10. Тоже вам нужно в ней ориентироваться. То есть все упражнения, которые вы делаете, вы должны делать при более 5. По шкале из 10 первые признаки боли на лице. Дальше то, что вы пишете 2 месяца. 2 месяца. Вам однозначно, видимо, нужно еще ходить с ходунками. Мне кажется, с костылями, если все так же идет, как вот вы написали, да, вы не написали, что стало лучше, то для меня это однозначно вам нужно дать ходунки на какое-то время. Пока у вас нога немножко не восстановится. Дальше то, что я хотела сказать по поводу блокируется и зажимается. Да, мы решили, что я все-таки буду говорить на своем канале, на если ситуация как бы явно не норма, то я вам буду так и говорить, что это не норма. Так вот, вот эта ситуация, вот это все описание и 2 месяца, это не норма. То есть таких сильных болей, блокировки сустава не должно быть. У вас может быть затрудненность в движении сустава, то есть затрудненность в сгибании, либо в разгибании сустава. Но как таковы блокировки, что именно как физически вам что-то мешает, насколько я понимаю, такого быть не должно. Но я подозреваю, что возможно что-то не то с вашим протезом, с самим протезом, который вам поставили. Вы пишете, что врач говорит, что вообще не понимает, что у него все вроде бы как нормально, все хорошо. Вы имейте в виду, что люди трудно признают свои ошибки, с трудом признают свои ошибки, в том числе и врачи. У меня было также несколько случаев, когда врач говорил пациенту, что у тебя все замечательно, у тебя все хорошо, протез стоит нормально, никаких вообще проблем нет. Но при этом человек жил с болями и не становилось лучше. И в какой-то момент пациент обращался к другому совершенно врачу. И другой совершенно, второй другой врач говорил ему, да ты что, у тебя вообще ничего не нормально. У тебя не нормально, как можно было сказать, что у тебя нормально. У тебя не нормально. То есть да, понимаете, если два месяца, и если у вас как бы закрадываются сомнения, а так ли это на самом деле, а я вам подтверждаю, что у вас что-то не так, то может быть имеет смысл обратиться к другому врачу, чтобы вам сделали, сделал врач другой снимок, чтобы посмотрел, дал свое мнение. Да, то есть чтобы было у вас другое, независимое мнение. На данный момент, да, что нужно делать, вы не написали, да, что вы именно делаете. Может быть вы недавний подписчик на канале. То есть схема абсолютно точно у вас должна быть, это два раза в день упражнения, примерно 40 минут, это фаза 1, моя операция протез колена. Обязательно прикладывание холода на ваши колена на 10 минут после упражнений, а то еще и дополнительно в течение дня 4-5 раз нужно охлаждать ваш сустав, снимать боль, снимать воспаление. Дальше добавить самомассаж ноги, самомассаж ноги 1-2 раза в день и ходить с ходунками, пока не восстановится немножко ваша нога. Все, ну и попробуйте поменять обезболивающее, потому что боль все-таки должна быть под контролем, если вы начинаете делать упражнения так, как мы их делаем. За 30 минут мы принимаем обезболивающее до упражнений, при необходимости можем и лед приложить и до и после упражнений, но боль должна быть все-таки под контролем. Вот, надеюсь я вам как-то помогла, чем-то помогла. Если на канале будут подписчики, которые хотят что-то подсказать, либо вообще поддержать нашу подписчицу, пожалуйста, пишите под данным роликом. Этот ролик я выложу вскоре в ленте, поэтому он будет буквально через несколько дней, я его выложу. Все, давайте, пишите, пишите свое мнение, пишите, как было у вас. Да, может быть, все вместе мы сможем помочь нашей подписчице хотя бы немного, хотя бы частично. Все, давайте, прощаюсь с вами, до следующих роликов, всем пока-пока.